всем привет давно не виделись я думаю некоторые из вас заметили что примерно на недельку я выпала с ютуба сейчас расскажу вам о причинах почему же меня не было целую неделю я выставила вчера или позавчера видео которое снимала еще до нового года но неделю я ничего не снимала не выставляла так как у меня возникли некоторые проблемы в принципе у меня причина всегда одна когда я вылетаю с ютуба это проблема с телефоном сейчас расскажу поподробнее что же случилось и также расскажу как мы отметили новый год я думаю что также многие заметили что в отличие от других блогеров на моем канале почему-то уже прошла неделя и до сих пор нету видео о том как же мы спраздновали новый год как же все прошло но к сожалению видео не было и не будет в этом году даже больше скажу даже для меня лично на память не осталось ничего именно конкретно касаемого нового года то есть даже фотографии счастливых девчонок возле елки которые получают подарки в общем первый новый год когда у меня вообще нету ничего ну конкретно именно с нового года в общем расскажу с чего все началось два месяца назад примерно я уже сразу чувствовала что новый год будет какой-то извиняюсь за выражение куда какашечный проводокрамма и чувствовала что вот не будет нового года как этого хотелось бы многие скажи что нового годного год но и что но я очень люблю новый год безумно люблю новый год и для меня этот праздник очень важен то есть для меня это не так чтобы там просто поддаться и покушать там еще что то то есть нет это абсолютно не из-за этого reste для меня именно сама атмосфера engstar вотuesday вот謗ths то есть что-то из детства, то есть у меня именно в этот день прям какая-то буря эмоций и какое-то особое объединение семьи, то есть для меня это как-то очень важно, это очень важная традиция в нашей семье, в общем, ёлка, Новый год и вот это всё, вот эта атмосфера праздника, атмосфера какой-то сказки, каких-то ожиданий чуда какого-то, в общем, я думаю, что некоторые из вас меня поймут и вообще, в принципе, это единственный самый любимый мой праздник, не считая день рождения девчонок, то есть это действительно, ну, важный для меня день, много что связано и с детством, и воспоминаниями, и мне всегда хочется, чтобы этот день более или менее хотя бы прошёл так, как я хочу, очень мне хочется всегда, чтобы было всё атмосферно, чтобы было очень всё так слаженно, то есть чтобы всё было вот прям до мелочей, ну, насколько это возможно. Конечно, самое важное для меня, чтобы была ёлка, чтобы под ёлкой подарки, вот эти эмоции девчонок, вот эта вот речь Путина, там я загадываю желания, думаю, многие из вас уже знают, как я это делаю. Ну, в этом году почему-то у меня за два месяца уже какое-то чувство было, вот первый раз такое вот, именно касаемо Нового года, что я беру, говорю, у нас не будет Нового года, у нас не будет чёрт-чёрт, почему всё будет, всё классно, что всё купим, там ёлку нарядим, то есть всё создадим, всё, что тебе нужно, всю атмосферу Нового года, в общем, всё классно будет. Я говорю, нет. Ну, потом шло время, уже оставался месяц, мои вот эти предчувствия только усиливались, и я почему-то вот прям внутри, ой, Новый год, всё, ну, вот эта подготовка к Новому году, да, там все готовятся, вот смотришь вот это, да, там даже где-то по видео, где-то, ну, вообще вся вот реклама, и, в общем, вся вот эта вот за месяц вокруг, везде там, ну, я имею в виду в телевизоре, там, на Ютубе, где-то в интернете, то есть везде вот эта вот атмосфера Нового года, да. А у меня вообще такое чувство какое-то, ну, странное было. Ну, уже оставалось две недели до Нового года, но я смотрю, что это вот всё-таки, ну, не то. И потом где-то за неделю я беру, говорю, давай, в общем, я решила в этом году, я не буду ничего делать, я обычно вообще тут своими руками за месяц всякие украшения делаю, тут наряжаю. У нас в том, поза том году вообще там весь зал был украшен, я за месяц или даже за два там вырезала, какие-то подделки делала, в общем, у нас там был целый музей. Но я тогда, кстати, не снимала на Ютуб Новый год, я не знаю почему, либо я вообще не снимала ещё. А, нет, я снимала, но почему-то Новый год не снимала, я не помню почему. Или что-то у меня опять там было, я не знаю. Вот, и было всё там, и Happy New Year, там, и я там всякую бумагу специально покупала, то есть я так основательно готовилась, то есть мы с девчонками там что только не делали. Ну, с Ирадой, джерюшка ещё была маленькая. А в этом году я решила, говорю, нет, давай, Берон, ничего делать не будем, всё равно всё будет полное Г. Он говорит, да нет, почему, ну, Берон так не может, потому что он знает, что если как бы не будет, то я очень расстроюсь, потому что он знает, что я люблю этот праздник. Ну, потому что и так жизнь муторная в том плане, что каждый день день сурка, да, ложки поварёшки, четыре стены, там вот эта суетня. Ну, несколько раз в год я считаю, что нужно устраивать праздники и для детей, и для себя, и то есть как-то вот, чтобы отлечься от вот этой вот суеты каждодневной, от вот этого вот всего, ну, опять же, повторюсь, вот от этой обыденности, да. И, в общем, всё равно Берон, нет, 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 ну, я говорю, ладно. Потом, получается, мы так, ну, это не от меня зависело и не от Берон. Ну, так получилось, что в последний день мы побежали, сломя голову там, ну, ёлка у нас была уже, украшена, всё, но мы, нам нужно было докупить там какие-то продукты, плюс там подарки, всё такое, и мы, как всегда, по традиции нашей семьи, опять же скажу, что это зависит не от меня, если бы зависело от меня, я бы всё делала ещё за месяц, у меня бы уже за месяц отстояли бы и подарки, и уже и продукты лежали нужные, и, в общем, ну, то есть я в этом плане немного другая, но так как некоторые моменты не всегда зависят от меня, поэтому вот как-то так, и тут, в общем, мы побежали, сломя голову, ну, вот вы видели на предыдущем видео, и как назло даже элементарных вещей не могли найти, вот то есть то, что всегда на виду, всегда можно купить, тут вот я не могла ничего найти, и всё как-то это, заглохла машина, мы там Берон толкал её в центре, в общем, ничего не могли найти, нигде бегали по магазинам, в общем, это дождь, вот, ну, дождь, в принципе, тут сейчас каждый день, поэтому я не думаю, что именно в этот день он пошёл специально, потом я потеряла деньги, кстати, бюро про это не знает, что я их потеряла, в общем, я забежала в магазин купить, что купить, что-то купить, вещевой, в общем, или куда-то, или в Айкики, или в Дефакто, куда-то, в общем, забежала, и у меня в руках были деньги, и в кармане что-то вот это, вытаскивала всё, и когда пошла на кассу, уже взяла, у меня этих денег не оказалось, но это не маленькая сумма была, ну, для нас вообще в этот период, который у нас сейчас вообще очень не маленькая, и, в общем, я вот с такими шерами, потому что я очень, ну, как бы, думаю, ну, всё, что ещё можно ожидать, думаю, что ещё можно ожидать, но потом так получилось, что я, в общем, вышла от кассы, соответственно, пошла вешать назад вещи, и в этот момент нагибаюсь, и, ну, как раз, где я была, где брала, и как раз валяется, представляется, ну, вот эта вот кучка скомканная, хотя там очень много было народу, я, в общем, всех растолкала, ну, там стояли, и так схватила, ну, в общем, в этом плане мне, конечно, повезло, но сам факт, что потеря была, да, если бы я как-то вовремя не сообразила, и так прям не расстроилась, может быть, в общем, спасибо Богу, что я хотя бы их нашла, но вот, потом, в общем, мы всё кое-как купили, то, что мне нужно было даже взять какие-то крабовые палочки для салата, я просто, мы объездили не один Мигрос, и заезжали в другой ещё магазин, и, в общем, нигде их не было, хотя до этого, ну, то есть, они были продажными, и у нас был, наверное, третий или четвёртый по счёту магазин, где это может продаваться, и мы зашли, и вот, слава Богу, Берон нашёл, вот, в чём эти креветки, как их, креветки, наверное, да, эти называются маленькие, не знаю, не помню, вот, в общем, купила я эти крабовые палочки, думаю, ну, всё, сейчас быстро, уже время поджимает, мы опаздывали, и я прибежала, и давай вот этот и свой салат, этот рыбный, хотелось заснять на видео, начала, кстати, снимать его, всю подготовку, всё, какие там ингредиенты, но, конечно же, так и не досняла, я его вообще, если честно, делала на следующий день, и вообще, короче, я ничего не получилось мне сделать в этот день, в итоге, кроме индюка и одного салата, и там какие-то бюреки сестра брата, это, ой, это жена брата делала, эти, господи, долму эту, индюка, а, я уже повторила, да, что-то там ещё, в общем, всё, что я планировала, я ничего не сделала, потому что просто, во-первых, я не успела, а, во-вторых, я хотела доделать, я думаю, сейчас пройдёт вот это вот 12 часов, я всё-таки доделаю, мы уже будем сидеть там, это, потому что, в принципе, не так много, всё было готово, нужно было быстренько нарубить, но не тут-то было, в общем, я делала салат ещё, вот, который, думаю, у нас корячок, и пойду там готовиться, готовить девчонок, это ещё было часов 10, наверное, я начала делать крабовый салат, быстренько там рубить, нарубила этих крабовых палочек, то есть вот это всё, начала такая счастливая, говорю, ещё беру, ну, всё, это готово, сейчас пойду собирать, и останется только вот там то-то-то-то-то-то сделать, но это не так долго, это вот быстренько там всё такое, и я, а, и в этот момент я ещё параллельно делала картошку с грибами в духовке и с этими, ну, с этим, господи, с филе куриным, ну, кусочки там, ну, в общем, ещё сыр, ладно, ну, понятно, да, вы поняли, вот это всё в духовочке, там картошечка, грибочки, курочка такая порезанная, сырочек, всё дела, перчик там, в общем, всё, кстати, очень вкусно было, и на этой противне параллельно бирол там мне помогал, и я решила начало салата, так как мне надо было подождать, чтобы рис немножечко остыл, и я его убрала на стол, мы делали вот на этом, на кухонном, и, в общем, я так бегала-бегала, в общем, слон в посудной лавке, и своей пятой точкой, в общем, уронила эту тарелку, она упала и разбилась, стёкла разлетелись, в общем, все крабовые палочки остались на полу, но это был первый момент, когда я расстроилась, почему расстроилась, потому что мы не могли съездить и купить ещё, потому что уже, во-первых, магазины уже позакрывались многие, а во-вторых, здесь рядом с нами именно нету, где можно купить, то есть это надо ехать вообще час езды, в общем, очень долгая история. Ну, а для меня этот крабовый салат, это прям тоже традиция, так же, как и салат мой, типа, а-ля селёдка под шубой, ну, то есть это обязательно должно быть на столе, морепродукты, в общем, ну, и были вот эти, я в итоге вместо крабовых палочек сделала эти креветки, ну, потому что, хотя я креветки хотела отдельно, ну, выхода не было, в общем, сделали так. Так, я, конечно, расстроилась, но Берола сказала, не расстраивайся, т.д. Я думаю, ладно, окей, думаю, очень напряжённый день. Я нарядила девчонок, всё, в общем, сделала. Потом вот Путин по телевизору говорит речь, я, как обычно, стою, все собрались, то есть все смотрят, как я там желания загадываю, какую-то бумагушку, то есть им очень интересно, потому что вообще Берола брат и его семья вообще первый раз отмечали Новый год, вообще его отмечали первый раз, то есть обычно как-то, ну, не ёлки, ничего, а тут как-то первый раз такая атмосфера новогодняя, ну, они с интересом смотрели на всё это, как я это всё загладываю. В общем, я, конечно, поставила штатив, всё снимала там, но потом я смотрю, что закрыла, потом, когда речь сказал Путин, прибежали девчонки, то есть Берола их отвёл, я быстренько подарки положила под ёлочку, пришли девчонки, набежали на эти подарки, я тоже включила заснять этот момент, и, в общем, как мы там обнимались, все дружно поздравляли друг друга, ну, то есть все вместе, то есть так было всё классно, душевненько, но потом я обнаружила, что ничего не заснялось. Я, конечно же, опять же, расстроилась, расстроилась, почему расстроилась не конкретно из-за Ютуба, что вот Ютуб я не выложу, а расстроилась, потому что, опять же, у меня такая традиция, что я каждый год, вот у меня важно вот эти моменты именно снимать, то есть чтобы, как Новый год, вот девчонки получают подарки, ну, даже не то, что я, а вот именно то, что девчонки, и день рождения вот эти моменты, то есть этим все вот такие значимые для меня моменты, и я, то есть не могу просто, ну, у меня, мне очень трудно от того, что вот этого момента нету, то есть, короче, скажут, ну, идиотка, ну, вот так, вот такая я вот в этом плане, вот мне хочется прям вот эти, каждый момент такой важный, какой-то счастливый, и мне хочется, чтобы, когда я, когда я буду старая кляча, ну, я, конечно, не буду, надеюсь, кляча, я буду просто старая, ну, и мы с бюро, мы будем сидеть и смотреть это все, ну, будем, ну, например, собираться там все вместе с девчонками, включать это и смотреть вот эти моменты все, ну, то есть для меня это очень важно. И я расстроилась, конечно, безумно, ну, тем более я так готовилась, я вообще просто там, блин, все пятки себе вообще просто стерла, и так старалась, в общем, и как я их украсила, и там в форме конфетки, в общем, ну, старалась как могла. А я такой человек, вот, я люблю вот, чтобы вот как, не знаю, как это называется по-научному, ну, может быть, дотошно или что, но для меня это прям очень важно. И в итоге я взяла телефон, ну, как бы побежала в ванну, ну, чтобы при всех там не устраиваться, там не расстраиваться, я пошла в ванну поплакать, потому что еще такой эмоциональный день, все, то машина, то деньги, то ничего не получается, то еще что-то, то салат разбился, ну, то есть все как-то вот так вот, ну, я думаю, эмоциональные люди должны меня понять. Еще до этого девчонки болели по очереди, вот это вот бессонные ночи, то есть, ну, конечно, я была такая напряжена. Я ожидала все-таки выпустить какой-то пары, как-то вот в Новый год войти, все-таки уже все плохое ставить старым, как-то вот тут прям чистенькое войти, вот как, чтобы вот прям эмоции были самые-самые положительные. Ну, в итоге, в общем, я забегаю в туалет, Бирол, конечно, за мною, я убираю, говорю, не надо, ставь мне одну, говорю, не хочу. И в итоге я забегаю, вот так вот держу телефон и говорю, блин, он опять меня подвел. Я говорю, Бирол, я же говорила, что мне нужен другой телефон, что ну какой раз он меня подводит. Но главное, уже давно меня не подводила, тут решила меня в этот день меня подвести. И, получается, я вот так вот говорю, Господи, блин, этот телефон. И в эту минуту он у меня соскальзывает с руки, я не специально его, то есть, ну я вот так вот им махала и трындела на него. И в этот момент он просто падает в унитаз. Я вообще вот так стою уже, думаю, ну что еще? Ну вот, все прекрасно, все закончилось, как должно было, наверное. В этот момент Бирол, конечно, хватает, начинает там его сушить феном, на батарее, вообще что-то там с ним делать. В итоге он его включил, он вроде работает, он обрадовался, начал снимать, говорит, давай заново все запишем. Я говорю, да, заново упакуешь с подарки, все заново сделаем. Ну и оказывается, что он не пишет звук. Потом он сначала не писал звук, а потом бас-бас-бас, и экран перестал работать. Ну, я уже все, я уже как бы, ну, уже так перерастроилась, что уже мы сели, я уже говорю, ну и все, значит, так, как есть, так есть. Ну, зачем-то уже всем остальным портить праздник, как бы все так собрались. Мы сидели, играли в лото, потом, ну, то есть там кушали, беседовали, смеялись, в общем, как могли, веселились. Ну, Бирол, конечно, тоже очень расстроился из-за меня, что получилось. А, кстати, что касается телефона, я уже тоже примерно за месяц у меня было такое перед глазами, что он падает в унитаз. До этого не было такого. И я каждый раз, когда заходила в туалет, если у меня был телефон в руках, ванну, ну, у нас ванну и туалет вместе, в общем, и я каждый раз вот прям его вот так на стол уложила, чтобы, ну, мне почему-то вот прям казалось, что он упадет в унитаз. И когда я, например, кормила Альбину, и Джерюшка в этот момент ходила так же в ванну, заходила с моим телефоном, у меня почему-то сразу такой мандраж был. И причем не мандраж, что она возьмет сейчас в раковину, его уронит. Потому что Джерюшка постоянно ходит, эти руки намывает. Не то, что она там мокрыми там эти руками возьмет, или что-то его в раковину, или там струю воды на него, а именно вот что он сейчас упадет в унитаз. И я прям мандражировала по этому поводу. В итоге так и получилось, он упал в унитаз. Но я как чувствовала, вот реально, как чувствовала. И так оно и получилось. Ну и, соответственно, потом его отдали в ремонт. Они там смотрели, что с ним оказалось, там что-то только с экрана, в отличие от Хуавея, который улетел в унитаз. Здесь все оказалось попроще. Но, тем не менее, в общем, он там остался, потому что какое-то время лишал, там немало нужно было заплатить. В общем, бюро ждал там, чтобы это... Ну, не могли починить, в общем. Ну и в итоге как бы я уже такая, ну окей. Ну я, конечно, расстроилась безумно, ну что поделаешь. Я, кстати, планировала купить телефон, но в следующем месяце, ну через два месяца, получается. Но потом из-за некоторых моментов, то есть я отложила, думаю, ладно, уже похожу пока максимально с этим, уже через несколько месяцев, посмотрим. Ну вот так вот, видимо, телефон на меня обиделся, что я вообще посмела так подумать. И вот так вот произошло. В общем, вот такой вот веселый Новый год. Называется, знаете, как в фильме. Знаете, есть такие фильмы. И, кстати, есть новогодний какой-то. Там тоже всё ломалось, всё не получалось. В общем, так же и у меня. Либо это у меня такая сила мысли. Ой, да, мне надо вообще блокировать себя. Я как что-то подумаю такое, не очень стараюсь сразу блокировать. Потому что вот очень часто бывает, что вот я как подумаю, так оно в итоге и получается. Поэтому у меня когда мысль такая вот залазит в голову, я слышу ля-ля-ля, думаю о чём-то другом, потому что я, честно сказать, боюсь. Ну, в общем, вот так вот. Наболтала я, наболтала. Хотела в двух словах, но в двух словах не получилось. В общем, вот так вот мы встретили Новый год. И вот такая вот причина моего отсутствия, которая, как всегда, связана с девайсами. Как всё? Я вообще... То ноутбук сломается, то телефон сломается. В общем, капец. Ну, ничего страшного. В любом случае, может быть, так оно и должно было быть. Всех ещё раз поздравляю. Спасибо всем огромное за поздравления. К сожалению, я не могла никому ничего ответить. Как заранее поздравила, так и всё. Вот всем спасибо, кто поздравил. Всем счастья в новом году. А я опять с вами. Вот. В общем, вот так вот. Уже, наверное, не то, что 4 утра, а уже, наверное... Ну-ка я посмотрю даже. Нет, не посмотрю. Но я думаю, что уже много. Уже, наверное, 4.30. Ладно, плю пару часов, потому что у неё скоро вставать и рада в школу отправлять. А там и средняя ягоза проснётся, которая вообще меня просто... Как пропеллер мой. Вот. Поэтому... Пошла я отдыхать. Наболталась, наболталась. Целую неделю вот эта вот... Вот эта вот мамаша вот эта вот... Не бегала с камерой по квартире. И сейчас прям не может наговориться. Как соскучилась. Как обезьяны очки. Не знаю, откуда их на этого... А я не знаю уже, что вам сказать. Не могу никак закончить. Ладно. Всех целую. Всех обнимаю. Всего вам хорошего. И пусть у вас будет больше хороших моментов, чем плохих. А если плохие, то пусть потом будет всё хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok